для поездок в лес на ко приобрел алюминиевую кружку считаю что они очень удобны кстати есть достоинства алюминиевой посуды она отличается высокой теплопроводностью небольшим весом достаточно экологично но есть также и отрицательные моменты связанные с посудой изготовленные из алюминия можете прочитать но в целом именно я искал алюминиевую кружку что-то подобное изготовитель россия стоила на 143 рубля объем 0 5 литра ручка у кружки тоже алюминиевая сейчас покажу один нюанс до этого я брал на коп вот эту алюминиевую кружку она еще советская стоила 60 копеек у ней посмотрите ручка из пластика и что произошло видимо из-за подогрева в этом месте пластмасса подплавилась и кружка треснула но у нее еще есть определенные моменты от времени появились на дне банки прекрасно видно такие свечи то есть покрытие верхняя у алюминиевой кружки она в данном случае источилась и мне казалось это не очень полезно при свечах подогревать пищу да какую пищу я подогреваю воду а потом использую эту воду кипяток для чая кофе или бич пакетов как принято говорить и вот ту кружечку приобрел вот она минимая про которую я вам кстати и рассказываю сначала я подумал взять не алюминиевую кружку а вот что-то подобное это же советского производства пробовал ее отмыть но к сожалению она не отмывается стола на рубль рубль 9 копеек или 69 копеек здесь удобно имеется ручка в этой кастрюльке и когда подогреется вы можете спокойно взять обсуждаемую посудину и воду куда нужно здесь алюминиево нагреется скорее всего да не скорее всего я думаю сто процентов сама вот эта ручка и поэтому приходится использовать тряпку это салфетки чтобы не обжечься сейчас я достану эту газовую горелку комфорку туристическую небольшую на котором я кстати тоже есть обзор и посмотрим за сколько она подогреет вот эту новую алюминиевую кружку с водой естественно кстати в свой крайний выезд на коп вместо той советской алюминиевой кружки спас пластмастовой с пластиковой ручкой который откололся и я ее показывал взял вот такую кружку дома у меня лежала металлическая это видимо что-то на типа кружки термоса хотя стену не очень толстые она скорее всего кружка может быть не термос в таком строгом понимании смысла этого значения слова она сохраняет тепло короче прогревалась эта кружка где-то у сток воды холодной наливаю прохладной половину наверно минут 7-10 я ждал пока она нагреется вода в ней закипит уже здесь дно кружки железный было красная раскаленная вода все не кипела поэтому я думаю не так дело не пойдет ты все-таки надо взять алюминий потому что он быстро прогревает пищу не пищу а воду находящиеся в емкости сейчас давайте разожгу эту комфорку и посмотрим за сколько засечен закипит вода в полной кружки и так я разжег огонь так горит бодренько достаточно я считаю как раз под размер этой алюминиевой кружки и давайте засечем сейчас время у нас я вам скажу точно вот время-время без двух минут семь практически и посмотрим где-то секундная стрелка стрелка была половину посмотрим сколько это по времени у нас вышла все засек 0 5 литра объем еще раз повторюсь в кружке а кстати этом эту этикетку не сдернул сейчас небось она тоже сгорится ясен перец так ждем так прошла уже минута еще ничего не произошло но уже пузырьки появляются вода нагревается так дальше ждем очереди секунд пройдет полторы минуты так прошло уже две минуты ждем вода практически закипает и так прошло три минуты 20 секунд и вода в 0 в 0 5 литровой кружки алюминиевой закипела отличный результат пол-литра воды кстати не знаю сказал не сказал почему я не взял алюминиевую посудину не купил с ручкой и на конце пластиковая потому что показалось не очень удобно вследствие того что если пойдешь куда-то в рюкзаком вот эту китайскую штукенцию в рюкзак где будут торчать еще у кастрюли ручка у не очень место занимать будет поэтому взял стакан думаю он компактней конечно минус это то что ручка ручка да сейчас нагрелась ну ладно терпимо держим связь